МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Индивидуальные предприниматели Иван и палеонтолог Юли объединили свои усилия в создании новой ячейки общества. Сегодня у меня в гостях в программе «Простые вопросы» организаторы первой велосвадьбы в городе Благовещенске. Иван, Юля, здравствуйте! Добрый день! Первый простой вопрос. Кому первому в голову пришла эта гениальная идея приехать в ЗАГС на велосипедах? Ну, я думаю, сначала мне пришла такая идея в голову, но она была начисто отвергнута Юлией. Это было где-то полгода назад. А когда только планировалось? Ну, да. А потом полгода уговоров. Давай приедем в ЗАГС на велосипедах. Так это было? А потом получилось так, что Юля, спустя какое-то время сходила на свадьбу, на классическую свадьбу. Вот, пришла оттуда грустной и сказала, я хочу на велосипедах. А вот почему именно велосипеды? Почему не другой вид транспорта? Я не знаю, ролики, например, или мотоциклы. Почему велики? Ну, потому что мы катаемся на велосипедах. Очень любим этот вид спорта. И не просто катаемся, а занимаемся велосипедным спортом. И решили так же связать и свадьбу на велосипедах сделать. Профессиональные велосипедисты. Вот на русской свадьбе принято выпивать, причем с самого утра много и обильно, и вот там вплоть до поздней ночи. У вас на свадьбе были выпившие велосипедисты? Честно, честно. Нет, таких не было замечено. Вот, даже в походе. То есть она получилась еще и трезвой свадьбой? Да, получается. И шампанская. Постольку, поскольку. То есть две трети закупленного привезли назад. Как-то и желания особого не было. Ну да, крутишь педали, вот это там. Куда уж там. Сколько было велосипедистов? Сколько приехал человек на велосипеды? На регистрацию? Да. На регистрацию что-то, наверное, человек 50-60, да, где-то? Вот я не знаю, честно говоря, я не считал, не до этого было. В походе у нас было 15 велосипедистов, а потом еще подъехали люди на машинах. Где взяли столько велосипедов? Вот приходилось вкладывать деньги, гомотоверик покупать? Все на своих? Практически все на своих наверняка были люди, которые брали велосипеды. У знакомых. Да, у знакомых для того, чтобы тоже поучаствовать. Вот давайте сейчас попробуем восстановить хронологию событий. 2 июля, Иван и Юля, проснулись утром, приготовились, сели на велосипед и в ЗАГС. Началось. Как это происходило? Сели с утра на велик? Сели с утра, ну как, подготовка, бегали. А, приехали люди, значит, те, кто едут в велопоходы. Мы загружали вещи в машины. Сами садились на велосипеды и все. И уже без заезда куда-либо приехали в ЗАГС, зарегистрировались и из ЗАГСа поехали сразу же прямым ходом в поход. Поход куда? Поход в Новопетровку. Вот это 70 километров от города. Добрались часа за три, наверное. 70 километров велосипед крутили вот после регистрации? Дальше что? Приехали в Новопетровку там что? Приехали, пошли купаться. Ресторан. Нет, природа, лес, палатки, костер. Это вот ночевали там и потом обратно на следующий день. На следующий день, да. То есть вот это вот, вот весь, вот все это свадьба, все это получилось велосвадьба. Да. У вас первый брак, как у обоих, да? Да. Юля, какое платье было у вас на свадьбе? Ну, у меня было самое лучшее платье. Из чего оно состояло? Ну, действительно, шикарное свадебное платье не мешало. Не мешало я. У меня была коротенькая юбочка с шортиками, юбка-шорты, маечка белая, кроссовки белые, фата и букет невесты, который крепился на руку. Все, поехали. Ну, то есть от свадебного платья, в принципе, отказались? Ну, отказались, но все равно выглядела-то я как невеста, сто процентов. Вот как мне казалось, как мне думалось до первой велосвадьбы в городе Благовещенске, в первую очередь для девушки очень важен сам процесс, это свадебное платье, катание на лимузине, это выкуп, это пьянка в ресторане. Вот как вы осмелились, Юля, отказаться от этого огромного количества разных свадебных женских штучек? Ну, просто это все не наше. Если бы мы сделали все по-стандартному, мы бы изменили сами себе, наверное. Мы не любим. Была бы под казуха. Да, под казуха, причем нам это не надо абсолютно. Это наш праздник, мы его сделали так, как нам нравится. Вот все. Ну, шумы вы наделали, я думаю, что я не могу говорить о вашей свадьбе. А как люди реагировали? Я думаю, что когда вы приехали в ЗАГС, не одна свадьба была, то есть кто-то выходил, кто-то заходил. Ну, мы были первые, а когда уже мы вышли, там заходили какие-то пары. Они, наверное, грустно заходили. Эх, а мы на лимузине, надо было. Как реагировали? Ну, как-то не особо на них внимание обращали, наверное, больше гостей обратили внимание на это. Ну, трудно сказать. Ну, родители как отнеслись? Сразу, мы вас благословляем, крутите педали. Родители начали... Примерно так. Ну, хорошо вас приняли, посмеялись. Да, у нас очень-таки либеральные родители. Велосвадьба уже оригинально. Свадебное путешествие вы надъездили или планируете? Свадебное путешествие у нас намечено на 14 июля. Это будет веломарафон в Иркутске, в районе Иркутска будет проходить. До Иркутска на велосипедах? Нет, на поезде. На поезде. Едем до Иркутска, а там у нас 6 дней гонки. До лезера Байкал. До лезера Байкал, на острове Ольхон, назад и обратно также на поезде. Ну, то есть вас, наверное, там уже ждут, уже знают, что свадебное путешествие едут люди. Нет, а это вообще веломарафон. Всероссийский получается. Вот, любительский веломарафон. Там со всей страны люди приезжают поучаствовать. Вот, и мы в том числе. А вообще вот в шортах же были, да? Нормально пустили в ЗАГС в шортах? Пустили в ЗАГС в шортах, наконец-то стали пускать в шортах. Я, потому что накануне свадьбы, я сама волновалась, пустят нас или нет, если честно, переживала немножко. Я взяла, позвонила в ЗАГС, сказала, что у нас будет вот такая-такая свадьба велосипедная. Я вас предупреждаю, что мы будем в шортах, в спортивной одежде. Единственное, мне сказали, да, все, это дело ваше. Но вот единственное условие, чтобы в ЗАГСе не больше 30 людей было в самой комнате. Ну, не знаю, было ли там 30 или больше, но мне показалось, было очень много людей. Было бы, я думаю, интересно, если бы еще с велосипедами были. А на выходе у нас, когда вот мы выходили из ЗАГСа, был такой интересный велокоридор. Нас встречали велосипедисты по обе стороны, крылечко с велосипедами. Выстроились и было вообще здорово, интересно. Велосвадьба по городу Благовещенску, 50-60 велосипедистов, ну это когда вот в ЗАГСы обратно ехали, ну очень много вас было. Как люди реагировали? Машины, как вас воспринимали? Не остановил ли вас патруль? Нет, было очень здорово. Мы ехали всей компанией, когда нас очень классно встречали и водители машин, люди, которые стояли на остановках. Все улыбались, приветствовали, махали нам руками. Понятно было, что это свадьба только по твоей фате. Бантики там, шарики всякие, мишура, велосвадьба. Да, там в дудке, на велосипедах специальные звоночки, свинели все. Ну видны были такие искренние улыбки на лицах людей, которые вот стояли там на остановках, водители тоже там махали, дудели там всякие. Интересно было. Классно, вы молодцы однозначно. Вот хотел попрощаться с вами, сказать спасибо за беседу, ждем новых свадебных оригинальных решений. Но я смотрю на ваши глаза и более чем уверен, что в жизни, в вашей жизни больше такого не повторится. Брак навсегда. Вас соединил велосипед, можно так сказать. Да. Уважаемые телезрители, вам спасибо огромное за внимание. Сегодня на простые вопросы отвечали организаторы первой в городе велосвадьбы. Иван, Юлия, все берем велосипеды и в ЗАГС. Крутите педали, смотрите ЛФО-канал. Редактор субтитров А.Семкин